Привет, дорогие друзья! Это канал Другой Взгляд. Мы на Западной Украине, в городе Львов, и я предлагаю здесь обсудить очень интересные вопросы. Например, как во Львове относятся к русскому языку? Как во Львове относятся к конфликту на востоке Украины? Что думает Россия? Как относятся к России? И как относятся к русским? И вообще, можно ли во Львове говорить на русском языке? Вот что-то мне подсказывает, что то, что я сейчас скажу, с одной стороны не понравится одному лагерю, с одной стороны баррикады, и что-то другое не понравится другому лагерю, с другой стороны баррикады. Но тут уж извините, я выскажу свое мнение касательно всех этих вещей, а также то, что я понял, находясь во Львове. Надеюсь, все-таки вам будет интересно. Вот если очень кратко сказать, то никаких проблем с русским языком во Львове вообще нет. Я ко всем обращался по-русски, со мной говорили по-украински, и, собственно говоря, можно сказать, никто никому на горло по поводу языка не наступал. Да и вообще, во Львове отовсюду слышна русская речь, потому что туристов приезжает много, и многие из них русскоговорящие, поэтому с языком, ну вот точно, проблем нет. Вы знаете, я изначально думал, что это связано исключительно с туризмом, что так как туристы это люди, которые приносят в город деньги, то к ним особое отношение. Однако, один случай заставил мое мнение полностью измениться. Вечером на ярмарке за каждым столиком сидели люди, поэтому я подсел за столик, где уже сидело двое ребят. Оказалось, что эти двое парней со Львова, точнее говоря, из какого-то села подо Львовом, и мы разговорились. Они по-украински, я по-русски. И этот случай не был исключением из правил. То есть, во Львове очень дружелюбные люди. И говорите ли вы по-русски, по-украински, разницы нет. Безусловно, есть всякие неуменяемые люди, типа Ирины Фарион, которые кидают людям мелочь, лицо за то, что они говорят по-русски. Но говорить о том, что таких людей много, нет. Это скорее исключение из правил. И это факт. И я еще раз через это понял, что на самом деле эту проблему у нас создает именно наше правительство, принимая идиотские, неадекватные, бессмысленные законы касательно укранизации. То есть, во Львове говорят преимущество на украинском. У нас в городе, в Харькове, например, говорят преимущественно на русском. Проблем нет. Только проблема в нашем правительстве, похоже, которая принимает просто абсурдные, бессмысленные законы, которые раздраконивают людей. И еще один интересный момент к сведению. Согласно переписи населения 2000 года, именно тогда у нас была последняя перепись населения в Украине. Согласно этим данным, 20% населения Львова русскоговорящие. И, скорее всего, сейчас, как бы это странно не звучало, но этот процент даже больше. Потому что во Львов приезжает жить много людей с других частей Украины. Львов расширяется. И сейчас русскоязычного населения во Львове даже больше, чем в 2000 году. Вот просто такой интересный факт. А теперь еще такой момент. Мне в комментариях написали, что Львов это вообще никакой не русский город. И что на самом деле называется он Ленберг. Хочу вам, друзья, тут объяснить. Ну, во-первых, название Ленберг – это название Львова по-немецки. А во-вторых, Львов был основан Данилом Галицким, королем Руси и потомком князя Мономаха. Львом же он назвал город в честь своего сына, которого тоже звали Львом. Это такая небольшая ремарочка касательно того, русский Львов или нет. Ну, а сейчас несколько слов касательно Великой Отечественной войны и Львова. Конечно же, это не секрет, что во Львове очень много ультраправых организаций, и они диктуют направление в обществе. Но при этом крайне неверно было бы говорить, что тут все такие ярые националисты, что все тут прямо ненавидят все, что связано с Великой Отечественной войной и так далее. Это тоже неправда. Друзья, я хочу показать отрывок видео о том, как происходило празднование 9 мая во Львове в 2021 году. Просто, пожалуйста, послушайте, что говорит женщина на видео. Полную ссылку на полное видео я оставлю в описании. Это медаль, которую я уже при Украине подписываю моему тату в честь 100-летия, с дня народжения Жукова. Вот вам стричка. Я не скажу, что я сделала. Если кратко перевести то, что она сказала, она сказала о том, что ее отцу Кучма подарил медаль на 100-летие Жукова. И что у ее отца очень много медалей и наград в Великую Отечественную войну. Совсем недавно, кстати, во Львове был уничтожен, демонтирован один из памятников Великой Отечественной войны. Как они описали это, что они демонтируют его из-за того, что памятник находится в аварийном состоянии. Ну, конечно, это просто отмазка. Однако, я также должен сказать, что это не единственный памятник Великой Отечественной войны. И, к счастью, другие пока существуют. А вообще, очень жаль, что, неважно, во Львове или в Киеве, или еще в каком-то городе, власть идет на поводу у радикалов. И просто подчиняется кучке какой-то неадекватов. В годы Великой Отечественной войны также люди были разные. Были те, которые поддерживали нацистов, а были те, которые, например, спасали евреев. Например, евреев укрывали в церквях и монастырях греко-католической церкви. Среди спасшихся в Свято-Юрском соборе был главный раввин Давид Каханы. Ну и касательно Степана Бандеры. Его памятник стоит во Львове. Но сказать, что на каждом углу есть какое-то упоминание, везде висят портреты Бандеры, я, например, не могу. Да, висят какие-то рекламные постеры. Но чтобы сказать, что везде можно увидеть его портрет, да, собственно говоря, практически не везде. И тоже, вот все знают, что на 1 января, день рождения Бандеры, в Киеве проходит факельное шествие. Однако, во Львове такого нет. Я был 1 числа во Львове, и я не видел никакого факельного шествия в честь рождения Бандеры. Более того, я позже уже в новостях прочитал, что возле памятника Бандеры собралось 500 человек отпраздновать его день рождения. 500 человек до города-миллионника. То есть, насколько можно сказать, что прямо такой это пробандеровский город, насколько можно сказать, что прямо вот все фанатеют от Бандеры, но вот я не уверен. Я лично в этом очень сильно сомневаюсь. Наверное, в Киеве сейчас даже больше, чем во Львове. Вообще, вы знаете, самое, наверное, такое пробандеровское место, которое я видел во Львове, это, наверное, кафе Криевка. Кстати, Криевка находится именно здесь, вот в этом месте. То есть, это такой схрон УПА, где, типа, прячется УПА. Но, если честно, ну, давайте будем честны, это скорее прикол. Прикол для туристов и просто тематическое кафе. То есть, серьезно, к этому, на самом деле, там никто не относится, и все это сделано исключительно в качестве заманухи для туристов. Ничего серьезного. Я не даю какую-то оценку этому, я лишь говорю, как это есть на самом деле. Кстати, очень интересный и забавный случай произошел с Ириной Фарион, о которой я упоминал ранее. Дело в том, что Ирина Фарион сейчас очень ярая националистка, в прошлом была коммунисткой. Она была членом коммунистической партии. А дело в том, что по правилам заведения, конечно, в шутку, но не пускает коммунистов. А так как наша Ирина Фарион была прошлым членом коммунистической партии, то, в общем, парень на входе хотел пошутить что-то касательно того, что она была прошлым коммунисткой. Но, походу, у Ирины Фарион туго и с чувством юмора. Поэтому, поэтому она зарядила следующую фразу на украинском, но я переведу на русский. И ты, Брут, говорю вам еще раз, заткните свой рот. Элиту не интересует мысль лакеев и плебеев. И громко хлопнул дверью, она ушла. После того, как ее, самую ярую националистку, не пустили в крыльевку, ей звонили журналисты. Но она им ответила следующее. Орлиц не отчитывается перед гиенами по телефону. В общем, такая она самая ярая националистка, которая готова запихнуть всех русскоговорящих лагеря и в гетто. Да, весьма... По-моему, это весьма показательно. Но давайте вернемся ко Львову. Что еще мне здесь очень нравится, это украинский язык. Точнее говоря, вот этот мягкий галецкий диалект украинского языка. Он звучит очень необычно, не так, как в других регионах. Я считаю, что это настоящая фишка во Львове. Фишка Львова. То есть его очень интересно слышать. Он очень необычный, вот этот галецкий диалект. Или львовский диалект, поправьте меня как правильно. Но это очень интересно, очень прикольно и очень мило звучит. И мне действительно нравится. Ну а в конце этого видео я бы хотел коснуться очень серьезной темы. Как вы понимаете, речь идет о конфликте на востоке Украины. Точнее говоря, как во Львове относятся к конфликту на востоке Украины. Люди, по крайней мере те, с кем я общался во Львове, уверены, что Россия ведет войну против Украины. Если же сравнивать это мнение с тем, что думают в Днепре, то тут тоже достаточно большой процент, который так думает. Однако далеко не все. И это просто факт. Я же не буду высказывать свое мнение касательно этого. Однако на ум приходят следующие названия. Испания, Югославия, Сирия, Ливия, Корея. Ну, я предлагаю вам самим в комментариях ответить, написать, что вы думаете об этом. Вы считаете, что это так или нет? Мне на самом деле это очень интересно было бы слышать. Если позволите, я очень кратко скажу за войну в Испании. Там, с одной стороны, участвовали Франция, Мексика и СССР, а с другой стороны, Германия, Италия, Португалия. Ну, а сама война шла между националистами и республиканцами, или, точнее говоря, между правительством и повстанцами. Но, несмотря на то, что во Львове уверены, что Россия ведет войну против Украины, отношение к России и к русским все равно хорошее. Никакого негатива ни в отношении России, ни в отношении к русским во Львове нет. То есть, можно смело приезжать, если вы с Россией во Львов, в качестве туриста. И я уверяю вас, что вам здесь понравится. Это очень интересный город. Здесь много чего есть интересного. Много интересных заведений, ресторанов, кафе, много тематических заведений. И еще раз говорю, что вам будет рады. И вам здесь понравится. Во Львове, я имею ввиду. Могу лишь сказать, что во Львове есть лишь негатив в отношении именно Путина. Знаете, вот касательно Путина, Донбасса, Крыма, я могу сказать, что в Днепре людей это вообще не волнует. Потому что есть гораздо более такие, скажем так, насущные и близкие проблемы. Прежде всего, это, конечно, высокая коммуналка. Это цены на продукты и так далее, и тому подобное. И поэтому людей, чтобы сказать, что вообще кого-то это волновало, кого-то там волновал Путин. Или даже тот же Донбасс, который к нам гораздо ближе, чем ко Львову, который очень далеко, совершенно от другой страны Украины. Либо еще что-то, либо Крым. Нет, людей это вот нас вообще не волнует от слова совсем. Поэтому мне, например, удивительно, почему во Львове вообще кого-то может волновать Путин. Как Путин влияет на Львов, именно на Львов, на жизнь Львова, на жизнь жителей Львова, мне, например, непонятно. Как Донбасс относится ко Львову? Почему Львову нужно переживать за это все? Мне, например, непонятно. Я уверен, что это видео будет смотреть люди как со Львова, так из Днепра, так и из других городов. Поэтому, с разными взглядами. Поэтому я прошу вас оставить свой ответ в комментариях. Что вы думаете по этому поводу? Согласны вы с этим? Не согласны? Буду рад прочитать, что вы думаете. Но это если мы говорим конкретно за ситуацию на востоке Украины. Сейчас же очень сильно обостряется отношение между НАТО и Россией. И это выглядит, мягко говоря, не к добру. На фоне обострения ситуации между Российской Федерацией и НАТО очень сложно сказать, что будет дальше. И очень похоже на то, что наша страна может стать просто разменной монетой в этой ситуации. Поэтому остается лишь надеяться на здравый смысл и на то, что все будет хорошо. Вот такое у нас видео сегодня было, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Пожалуйста, поставьте ваш лайк. Подписывайтесь на канал. Ваши комментарии и ваши лайки очень нужны для продвижения. И давайте. До скорых встреч. Пока.